так всем доброго дня карнивал 2 и 2 пробег 95 тысяч при ускорении дергается стучит и идут клубы черные сажи выскакивают здесь у нас евро 6 смотрите сразу заглядываем под капот то есть имеется мочевина у нас стоит блок датчика оксида азота потом сверху дополнительная электрическая помпа здесь уже стоит на охлаждение каждый раз проводов все больше больше и больше вот все сложнее и сложнее делать хотя на приборке у нас пробег 20 вот визуально видно что в мотору лазили не знаю почему не стал узнавать зачем это все есть следы того что снимали двигатель двигатель практически весь разбирался не знаю потому что про клапанная крышка вот у нас смотрите даже есть этикеточка mobis на новой оригинальность заводской такой этикеточки не идет у нас идет белая заводской шильдик где указан номер двигателя здесь разбиралась видите делалось вот человек мучиться экология была когда он приобрел на месте все работало из-за этого он мучился мучился даже удалил экологию ничего не изменилось сегодня сделали компьютерку компьютерка показывать все идеально вообще все прекрасно все работает то есть вопросов нет только под нагрузкой появляется проблема где-то в каком-то центре снимали топливные форсунки стояли на сцене сказали все прекрасно вот и сделали следующее я сделал следующее я сделал замер прыска топлива и показала что вторая третья форсунка отстают новые форсунки евро 5 евро шестые они требуют можно было поставить на стенд или те люди которые поставили на стенд и не увидели этой проблемы эти стенды немножко устарели то есть сейчас есть более такие тонкие параметры поэтому вот эти вот нюансы под нагрузкой стенды и увидит здесь слава богу вот у нас есть на этом же двигателе на 2 и 2 на двухлитровом где стоят пьезо форсунки там с десятого по пусть будет по 16 год да там включительно то есть до шестнадцатый год стоят пьезо форсунки потом пошли уже бошевский у нас других хотя те тоже бошевский вот и на тех форсуночках нельзя оценение узнать а здесь вроде бы как вернули все как было раньше и поэтому было ясно то есть по всей полной проведенной диагностики было ясно это был большой комплекс проверили все было ясно что причиной является одна из топливных форсунок и как ее выяснить я использовал тот же старый способ как в колхозном тракторе на первом common rail то есть просто отключая топливные форсунки но опять же отключая форсунки топливные на месте мы ничего не увидели взяли стетоскоп послушали вот в районе третьей форсунки прям она стучала больше чем положено она же нам показала по коррекции впрыска и выехав то есть мы просто оценили спирать четвертую она тоже показывала плоховато оценили и стук усилился и дым также оставался а потом отсоединив третью он исчез то есть исчез и дым исчез и поэтому форсунки будем менять вот такая форсунка у нас смотрите получается все бошевская форсунка если на родных форсунках у нас указан заводской номер то есть киа хундай то здесь форсунка бошевская номер тоже у нас идет бошевский также обязательно код для прописки то есть форсунку устанавливаем прописываем если раньше здесь надо было снять только обратку и все вопросов не было то сейчас нужно снять рамку рамку для жгута экологии вот этот весь жгут это все для экологии все это уже не работает все отключили сейчас нам надо будет ее открутить отодвинуть снять обратку обратка кстати новая уже потому что первый раз где снимали и сломали сейчас покажу как снимается чтобы все узнали так что тут такое у нас тут у нас тут у нас вот отломили до защелочку отломили вот это у нас кстати вот эта штука это у нас трубка подачи мочевины вот форсуночка стоит для впрыска кологии вот сейчас мне опять мой крючочек поможет со всем этим быстренько разобраться вот он датчик оксида азота это тоже для мочевины а тут тоже он стяжка стоит а тут они отломали не стали тут стяжку поставили так ну вот она растягнем не знаю кто-то кто-то замучил этот двигатель не знаю что было тут за история такая с ним странная но что-то здесь не так я хотя я видел карнивал а сегодня даже удивился приезжал тоже карнивал с пробегом 100000 допустим такой же пробег как здесь она была умотана просто умотана причем если здесь у нас есть какие-то нюансы там по не за этому стяжкам где-то что-то неправильно поставлено прикручено сломано то на той машине то есть там все было родной заводской но хозяин убил ее прям за 90 тысяч там был просто ужас и как бы я сделал такую короткую диагностику я сказал я говорю давайте приезжайте в другой раз то есть как бы есть проблемы там везде и по надуву и по топливу форсунка стучит что-то гремит и отправила его домой и вот запишется приедет и может быть мы даже по карнивалу этому я сниму что там на самом деле найдем потому что он жалуется сандом плохо у него работает здесь тоже у нас дым дым стук и вы не тянет то есть она где-то там но на до до 2000 это так она у нас не хочет ехать а потом вроде бы оживает и начинает ехать планочку прям чуть-чуть отодвинем ночевину вот она у нас трубочка обратку с ними полностью братку я сниму это уже новая оригинальная по словам клиента она стоит 12 тысяч рублей говорить ему на самом деле он снимается очень просто то есть вот за центр за это тянем вот так и все вот и все смотрите вот она щелкнулась и вытаскиваем вот раз два сейчас все здесь настолько нежная то есть поэтому вот обламывать то есть засовывать сюда отвертки начинают ковырять если изначально то есть у вас здесь чисто продули воздухом все снимается руками без всяких проблем также это есть вот уже на евро шестых там нужно прокручивать по часовой стрелке на 2 и 5 на гранд стараксах у нас мы просто прокручиваем по часовой стрелке фиксаторы и вытаскиваем все равно то есть там нарисована до стрелочка что надо вытащить но то есть прокрутить терна облавают так откручиваем час после чего сейчас пропишем и еще раз проверим потому что это основная форсунка но здесь еще одна есть как у нас там ешка 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 можно использовать головку на 10 головка бывает шестигранная а бывает также под обычные болты ешка тоже головка то есть если у кого-то нету прям специальный то можно будет открутить вот осмотреть у нас ешка 12 откручивать форсунку либо головку мы используем на 10 но то есть 12 грамм на этом и улетела по бамперу не ударила опять же я не держу все эти полностью набор у меня нету там набору тораксов набора ешек есть только то есть по одному по одной головке там для двигателя по другое у них в этом плане очень мало так что форсунка не желает вылазить а сейчас форсунка то что случилось а я не удивлюсь что там что-нибудь сгорела шайба или поставили в грязь и и она теперь застряла в лет вообще не удивлюсь ну вот она видите вот ничего удивительно то есть видно видите станция то есть умельцы просто бросили туда в грязь и я не знаю ну вроде была прикручена зажата видели да что я откручивал а вот пожалуйста вот как то так получается что делаешь одно происходит с ним другое так но здесь смотрите опять же здесь форсунка вот у нас форсунка здесь она не проходит через рабочую часть головки то есть та сажа которая здесь она не попадет двигатель у нас тут варианта два либо шайба сгорает и выкидывает наверх то есть она выкидывает сажу либо вариант второй она ослабляется разбивает шайбу и оттуда будет тоже из камеры сгорания часть топлива выкидывать вместе с сажей уже сюда наверх форсунки проверяли на что не шайба ставили новый потому что шайба шайба сгоревшая по всей видимости старая что-то тут вот я с трудом и вытащил вот смотрите в шайбе будут прям следы как я много раз показывал от песка видите здесь чистенько плоскость и вот смотрите какие раковины внутри это говорит о том что ее затолкали от песок ну то есть пыль который попал что с остальными только можно догадываться вот эти че там они стандарты когда стали делать большое расстояние между бампером и панелью то есть это как бы где-то я случайно это я специально не смотрел случайно увидел что это якобы для безопасности пешехода если сбиваешь поэтому делают такой широкий перед там не знаю правда ли нет мне как бы особо по одному месту вот но вот из-за этой штуки которые они сделали мне теперь неудобно лезть туда работать достаточно продавлена форсуночку колечко промажем ну вот для тех кстати кто все-таки считает что шайбу надо ставить не важно как ставить вот гляньте как стоит шайба то есть плоская стоит форсунки полу сферическая но так прям чуть-чуть она у нас вниз в головку так все как всегда трубочку сперва полностью то есть руками если не хотите чтобы вас побежала потом сразу заведете может не течь отдадите газа насчет течь топлива то есть до конца рукой осаживаем чтобы прям конус сел любую неважно какая машина прям подергали все вот он сел и только потом можно будет уже притягивать болт я даже ключиком вот так прям чуть-чуть прям раз флиганца чтобы она не сместилась момент затяжки это мне есть фиксатора сесть также даю немножко а садится то есть время шайбе она сейчас все потянул и сейчас еще раз буду подтягивать она еще снова сядет вроде бы до упора но нет если проходит какое-то время буквально новая вот прям потянул все посмотрите датчик давление надува на пробеге 95 сейчас попробовали дать немножко газу на сбросе турбина стала сбрасывать избыток в корпус воздушного фильтра такое хрюканье характерны решил сразу не датчик надува и вот так он выглядит а там коллекторе ну там тоже ужас смотрите как там все плохо внутри в идеале тоже в рекомендации будет его потом помыть почистить все прям полный коллектор там сажи смотрите такая штука если бы здесь работал клапан игр если бы он работал и действовал бы да но дело в том что сейчас экологию удалили клапан игр хотя механически не заглушили отшили только электронно в таких случаях всегда если мы удаляем экологию обязательно если в коллекторе есть грязь чистится датчик ну то есть не знаю кто это удалял дел но я знаю что ребята которые удаляют экологию они должны вот это делать обязательно то есть они должны ставить механическую заглушку клапаны игр обязательно есть если забит коллектор по чистить все это надо обслуживать заводим машину а еще раз попробуйте так же ну чуть-чуть есть что-то еще есть короче придется наверно снять нам вторую серию по карнивалу там все скорее очень специально видели что коллектор забит при этом купил ее человек в корее заявленным пробегом 20000 визуально еще раз напомню что снимался мотор что-то почему-то разбирался по всем параметрам на холостых вроде бы все хорошо единственное что и присутствует механический звук в районе третьего цилиндра следующий раз будем что делать будем скрывать клапанную крышку будем смотреть визуально на кулачки распредвала рокера пуск выпуск будем обращать на гидрокомпенсаторы также засунем эндоскоп в третий цилиндр и будем смотреть знаете такое ощущение то есть валит прям клубами ну вот не заснялись прям клубами черная сажа и машина дергается то есть напомню что экологии нет турбина датчик надува был забит почистили показывает что все вроде в порядке но под нагрузкой даже появляется металлический звук и скорее всего причина является механическая поломка где-то в третьем цилиндре не удивлюсь что там согнул шатун или лопнул поршень что-нибудь в этом роде разберемся более подробно уже по всей этой проблеме ждите до новых встреч и и и Продолжение следует...